Приветствую уважаемые друзья и коллеги по хобби. Подошла к концу стройка Т-72Б1, танк полностью собран под покраску. Вот так вот получился. Модель довольно красивая. Сейчас все собрано на сухую. Показываю аккуратненько, чтобы не развалилось. Здесь, как видите, стыковка отличная. Все держится без каких-либо проблем. Получился очень красивый, интересный танк. Сейчас расскажу, как я все-таки решил проблему с фарами, точнее с решетками для фар. И как я сделал прицелы триплекса на модели. Фары все-таки я удлинял. Делал небольшие подставочки. На фото все будет показано. Смотрите фотографии. Продолжение следует... ... Субтитры сделал DimaTorzok Пришлось срезать блоки контакта 1 и приклеить полностью вплотную под фарами, потому что так как они были первоначально сделали, на фото вы видели, они выступают на пару миллиметров. За счет этого тоже мешали нормально стать фаром и решеткой. Для решеток брал специальные кусочки литников. Сначала их вклеивал как подставочки. И потом на них уже устанавливал решетки. Вот так вот сделал триплексы. Надеюсь, видно как блестят. Перед покраской все достану. Наборный трос, который давался в комплекте с данным набором. Первый раз у фирмы Meng в наличии появился металлический трос, что очень приятно. Надеюсь, хорошо видно. Триплексы, которые снимаются, я не заклеивал малярной лентой. Перед покраской все поснимаю. После покраски уже поставлю на место. А триплексы я делаю вот с такой пленки. Данная пленка давалась, не помню в каком мотоцикле, в спортивном мотоцикле от фирмы Tomea. Пришлось оттуда ее взять. И она очень хорошо подошла к выполнению прицелов. Мне даже больше понравилось, чем я раньше делал с DVD-дисков. Потому что с DVD-дисками многие, кто сталкивался, знают, что очень много возни. Ну и как делается. Берется пленочка, обязательно острым ножом вырезается полоска, которая нам нужна. Я тут для наглядного примера приклеил с обратной стороны, как оно получается, когда просто наклеить на стекло. И потом с тыльной стороны крашу черной краской. И получается вот такая красота. Так что если где-то разживетесь на данную пленку, то желаю запастись ей надолго. Теперь расходуется она понемножку. Мне вот этого кусочка хватило на несколько моделей. Был такой небольшой квадратик. Опять же смотря сколько надо всего поставить на данную модель. Ну вот, друзья. К покраске танк готов. Как и говорил ранее, буду красить его в зеленый цвет общевойсковой. При покраске буду использовать технику белая-черная. Я ее испробовал на БРДМ-1. Мне данная техника покраски очень понравилась. Хочу ее здесь повторить. В следующей серии будет покраска. Кому интересно, подписывайтесь. Следите за выходом новой серии. Ну и как всегда, всех благ вам и вашим близким, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok